Это программа «Территория закона». Смотрите сегодня. Продлили срок содержания. Фигурант дела предприятия детское питание пробудет под стражей до октября. Проверили магазины. Росгвардия провела рейд в Рязани. Чтобы сберечь жизни будущих родителей, научат, как перевозить детей. Бывшему советнику главы администрации Рязани продлили срок содержания под стражей до октября. Такое решение вынес на этой неделе Басманный районный суд Москвы, пишет Витцбоку. Напомню, Александр Зайкин является фигурантом уголовного дела о коррупции в муниципальном предприятии детское питание. 20 октября прошлого года сотрудники регионального следственного комитета задержали директора муниципального предприятия Александра Дворецкого. Он в своем служебном кабинете получил взятку в размере 1 миллион 100 тысяч рублей. 25 октября Советский районный суд Рязани арестовал Дворецкого. В этот же день оперативно-следственной группой на рабочем месте был задержан советник на общественных началах, исполняющего обязанности главы администрации Рязани Александр Зайкин. За руль больше не сядут. 10 рязанцев лишились водительских вправ после прокурорской проверки. Все они состояли на учете в областном наркологическом диспансере с диагнозом наркомания. Надо отметить, что наличие этого заболевания является противопоказанием к управлению автомобилем. Прокуратурой в целях защиты прав граждан на безопасное передвижение по дорогам России предъявлено 14 административных исковых заявлений, с которых 10 рассмотрены и удовлетворены, 4 находятся на рассмотрении. Проверки по выявлению лиц, страдающих наркоманией и имеющих политическое удостоверение, продолжаются. Помогают раскрывать преступления, используют современные технологии и вековой опыт. Криминалистические исследования проводились в России уже в 17 веке. Первым видом такого рода сравнительных исследований при рассмотрении уголовных и гражданских дел в судах принято считать с лечением почерков. Как работают криминалисты сейчас, расскажем далее. Преступления, у которых нет срока давности. В архиве Московского межрайонного следственного отдела Следственного комитета по Рязанской области хранятся дела, которые не были раскрыты. В основном это особо тяжкие преступления, преступления против личности. Следователи возвращаются к ним снова и снова. Проведение современных экспертиз помогает узнать новые обстоятельства случившегося. Личность женщины была первоначально не установлена, документов при женщине не было. В ходе изучения отпечатков пальцев, рук удалось установить ее личность, а также ее родственников, найти, согласно показаниям которых, она ушла купаться на карьер и домой не вернулась. После чего труп ее был обнаружен в подвале одного из недостроенных зданий с множественными травмами, несовместимыми с жизнью. В ходе расследования лиц, совершивших преступление, данное преступление установить не представилось возможным. Найти человека, совершившего это преступление, не смогли. Дело возобновлялось несколько раз. В ходе следствия были собраны вещественные доказательства. Их изучили с помощью современных технических средств. Удалось найти свидетелей, которые видели эту женщину. Они были допрошены, новая информация пролила свет на ее исчезновение. Однако дело до сих пор не раскрыто. Вместе с уголовными делами хранятся и вещественные доказательства, собранные на месте преступлений. Это плед со следами вещества, похожим на кровь, изъятых с места происшествия. Камеры и ждоков данные предметы охранятся до своего часа, когда, может быть, потребуется для увлечения лица, совершившего данное преступление. Вот это сколько хранится плед? Данное вещественное доказательство хранится уже 5 лет. Удалось раскрыть спустя 10 лет у следователя-криминалиста Олега Харина на столе делал 10-летней давности. В 2009 году в московском районе Рязани была изнасилована девочка. Все, что удалось выяснить о возможном преступнике, он выходец одной из бывших союзных республик. Жил в гараже неподалеку. После этого инцидента он пропал, и больше его никто из соседей не видел. Осталось только куртка, в которую он ходил. Рязанские следователи направили международный запрос об оказании правовой помощи на родину предполагаемого подозреваемого. Был получен ответ, согласно которого лицо, нами как бы заподозренное, было установлено, действительно данный человек существует. В ходе сопоставления идентического материала данного человека и выявленной на куртке, обнаруженной, соответственно, по месту проживания много лет назад данного лица, было установлено, что они идентичны. В дальнейшем будет решаться вопрос о его экстрадиции. Решил поправить финансовые положения и ограбил знакомого. Рязани сможет получить реальный срок и отправиться в колонию строгого режима. Преступление произошло в июле прошлого года. Мужчины выпивали в одном из общежитий. Один из них, 39-летний житель Чучковского района, нигде не работал и решил поправить свое материальное положение за счет собутыльника. Находясь в одном из общежитий города Рязани, мужчина, испытывая материальные затруднения, нанес своему знакомому телесные повреждения, не опасные для здоровья, совершил в отношении его грабеж, завладев похищенным имуществом в размере 5900 рублей. Мужчину задержали, но свою вину он не признал. Приговором Московского районного суда ему назначено наказание в виде 4 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу в связи с его обжалованием подсудимым. Еще одно преступление, совершенное в состоянии алкогольного опьянения, житель Сасовского района напился и напал на знакомого. Какое решение вынесут? Расскажем далее. Трагедия произошла в марте этого года. Уроженец села Юрино Шацкого района, находившийся в состоянии алкогольного опьянения на почте внезапно возникших личных неприязненных отношений, напал на своего знакомого, которому пришел в гости. Используя в качестве оружия нож, нанес приятелю рану передней брюшной стенки, проникающую в брюшную полость с повреждением внутренних органов. Такое интересное повреждение относится к категории тяжкого вреда, причиненного здоровью человека. В судебном заседании подсудимый вину в совершении преступления признал полностью. Возместил материальный ущерб, причиненный потерпевшему. Рассмотрев представленное обвинителем доказательства, с учетом характера и степени общественной опасности содеянного, личность подсудимого, обстоятельства смягчающие и отягчающие наказания, суд признал виновным в совершении преступления гражданина города Сасова. И ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года условно, с испытательным сроком в 3 года с возложением дополнительных обязанностей. Приговор вступил в законную силу. Далее наша новая рубрика «Комментарии эксперта». Тема сегодняшнего выпуска – профилактика коррупционных правонарушений. Слово моей коллеге Екатерине Тимешовой. Здравствуйте, Андрей Юрьевич. В нашей области существует порядка 174 тысяч коммерческих предприятий и организаций. И часто в ходе их деятельности возникают вопросы и у вас к ним, и у них к вам. Вот сегодня как раз вопрос от них к вам. Давайте поговорим об ответственности работодателя. Существует статья Трудового кодекса и статья 12, часть 4, Федерального закона о противодействии коррупции. Совокупность этих статей предписывает при приеме на работу бывшего госслужащего уведомлять об этом по последнему месту работы. Чем обусловлена такая необходимость? В соответствии с частью 4 статьи 12, Федерального закона о противодействии коррупции, работодатель при заключении Трудового либо Гражданского правового договора на выполнение работ, оказание услуг, указанного в части 1 настоящей статьи, за гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации. В течение двух лет после его увольнения с государственной или муниципальной службы обязан в 10-дневный срок сообщать о заключении такого договора представителю, нанимателю, работодателю, государственного или муниципального служащего по последнему месту его службы в порядке, устанавливаемым нормативными правовыми актами Российской Федерации. В какой форме необходимо уведомить бывшего работодателя о приеме на работу госслужащего? Каждый федеральный либо муниципальный орган определяет по своему порядок уведомления своим бывшим работникам. Какая ответственность предполагается для работодателя за несоблюдение данного закона? Несоблюдение работодателем указанных требований в соответствии со статьей 19.29 Кодекса об административных правонарушениях влечет наложение административного штрафа на гражданина в размере от 2 тысяч до 4 тысяч рублей, на должностных лиц от 20 тысяч до 50 тысяч рублей, на юридических лиц от 100 тысяч до 500 тысяч рублей. Какая ответственность предполагается в связи с данными законами для работника? Несоблюдение гражданином требований федерального закона противодействия коррупции, именно в части уведомления работодателя в соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 77 и статьей 84 Трудового кодекса Российской Федерации влечет прекращение трудового или гражданского правового договора на выполнение работ либо оказание услуг, заключенного с указанным гражданином. Может ли предприятие, нарушившее данный закон впервые, рассчитывать на предупреждение, а не на штрафные санкции, прописанные в законе? В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации по данной статье невозможно просто предупреждение. Санкции указанной статьи предусматривают непосредственно наложение штрафа. Какая работа в соответствии с данными законами должна вестись на предприятиях? На предприятиях должна проводиться работа с сотрудниками по предотвращению таких нарушений. В виде лекций, семинаров, каких-то совместных занятий, разъяснений законодательства в том числе. Спасибо вам, Андрею Юрьеву, за содержательные и подробные ответы. Сотрудники Росгвардии проверяют магазины. Очередное профилактическое мероприятие «Контроль» прошло в Рязани. Его итоги в нашем сюжете. В отделении лицензионной решительной работы по городу Рязани проверка торговых центров, документы частных охранников, личная карточка, периодическая проверка. Сотрудники управления Росгвардии проверяют охранников крупных торговых центров. При себе им нужно иметь действительное удостоверение частного охранника, ежегодную проверку и личную карточку охранника. Последнее – это бейдж, который висит у каждого из них на рубашке. На территории Рязанской области и также по городу Рязани сотрудники Росгвардии лицензионной решительной работы были составлены у нас по частной охранной деятельности 17 протоколов. В основном были у нас нарушения составлены за периодическую проверку, которую сотрудники частных охранных организаций не проходят ежегодно. У кого-то не было у нас удостоверения. Проверки проводятся с 8 по 21 июля. Проходят в третий раз за год и уже выявлены нарушения. Такие проверки проводятся для того, чтобы не было нарушений, ну и чтобы охранник не терялся также на местах, нештатной ситуации. После проверки охранников идет разговор с начальником, обсуждают инструктаж, форму одежды и многое другое. Андрей Жарков, начальник охраны, рассказал, что сотрудники начинают работать с 10 утра и заканчивают в 10 вечера. Правда, на смену приходят на час раньше. Переодеваются в форму, проходят инструктаж, берут обмундирование и выходят на работу. В конце недели проводится сдача экзамена. Организовывают его менеджеры или администраторы магазина. Охранникам предстоит ответить, как тушить пожар, что делать, если обнаружили подозрительный предмет, описать свои действия, когда заметили похитителя и многое другое. А кроме этого, проверки проводят и сотрудники Росгвардии. Я считаю, что это правильно, потому что первое лицо магазина каждого – это охранник, который видит покупателя. Если охранник хорошо и красиво одет, и прекрасно выглядит, значит покупатель будет знать, что этот магазин действительно чтит и уважает себя. После проверки одного из магазинов сотрудники отдела лицензионно-разрешительной работы отправляются дальше. Им еще предстоит проверить множество сотрудников. Все знаете, свои обязанности знаете, правильно? Конечно, инструктивы постоянно, постоянно знаю, да? Все хорошо. Спасибо, дальше пойдем. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Будущих родителей научат, как правильно перевозить детей в автомобили. В России стартовал трехлетний проект по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе перинатальных центров и родильных домов детства безопасности. Яна – многодетная мама, у нее пять детей, еще две дочери должны родиться в августе. Отвезти детей в садик или школу, съездить за покупками в гипермаркет со всеми хлопотами Яна справляется сама. Она водит машину за рулем уже пять лет. Детей перевозят только в специальных устройствах. Тренинги по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма пройдут на базе стародельных домов и перинатальных центров страны. Рязань станет третьим городом его географии. Проект реализует экспертный центр движения безопасности. Эта одежда, в которую она к нам пришла, она была непригодна для езды в автомобиле. На этой одежде были кнопочки, расположенные сзади, которые во время сидения будут натирать спинку ребенка. Усаживаем нашу Катю, Рязанскую, детское кресло. Подтягиваем ремешочек специально регулировочный. Ремешочек, который родился, ответственности переложатся на плечи родителей. Тренинги проведут для молодых родителей на базе женских консультаций Рязанской области. Нам очень обидно и больно, когда мы узнаем, что дети гибнут в авариях. Когда родители неправильно своих детей фиксируют в машине. Да, детей надо перевозить. Но надо всегда помнить, что ребеночек, который родился, ответственности переложатся на плечи родителей. И вся эта ответственность ложится и тогда еще возрастает, когда он везет ребенка в транспортном средстве. Если у автомобиля не установлено кресло, при ДТП шестая часть детей погибает, а часть остается инвалидами. Такова статистика. Негативные случаи нарушения права перевозки детей на территории Рязанской области. Только вот за первое полугодие нами пресечено более полутора тысяч таких нарушений. Поэтому некоторые, конечно, родители скептически относятся ко всем этим приспособлениям для перевозки детей. И наша с вами задача именно привить знания, повысить уровень осознательности водителей транспортных средств. За шесть месяцев этого года в регионе произошло 103 ДТП с участием детей до 16 лет, в которых два ребенка погибли и 123 получили ранения. Это была программа «Территория закона». Берегите себя.